Десногорск Олимпийские чемпионы провели мастер-класс школьникам по баскетболу. Торжественное открытие спортивного праздника в Десногорске. Олимпийское баскетбольное собрание в нейтрино. Олимпийское баскетболное собрание в школах Десногорска. Заслуженного тренера Евгения Гомельского и мастеров спорта состоялся в рамках проведения полуфинала школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет 2018. Именитые спортсмены уверены, что такие встречи помогут детям достичь профессионального успеха. Судя по реакции детей, которую мы вызываем, появившись здесь, мы делаем правильные вещи, правильное направление задали. И приятно, почему важно, чтобы они в компьютер не играли днями напролет или гулять гуляли, но не в правильных местах. А баскетбол объединяет. То есть можно же адаптировать его не просто для детей, можно его адаптировать для взрослых, которые работают на предприятиях. Потому что это же командный вид спорта, то есть это объединяет. Очень понравилось. Было, наверное, всем интересно, познавательно. Ну и желаем всем успехов и приходить на баскетбол. Познакомиться с олимпийскими чемпионами. От этого у меня получилось вдохновение, стимул, чтобы заниматься дальше. Именитые спортсмены наградили учителей благодарственными письмами и подарками от концерна «Росэнергоатом» за активную пропаганду здорового образа жизни. После зарядки спортсмены дали автографы и сфотографировались со всеми желающими. Теперь у десногорских школьников будет стимул заниматься спортом. Они-то видели, что достигнуть успехов при желании может каждый. В последние три месяца в Десногорске проходил чемпионат Смоленской области по баскетболу 4 на 4. В нём приняли участие школьные команды. Победителей муниципального этапа наградили почётными грамотами, кубками и подарками от концерна «Росэнергоатом». В полуфинале Десногорск представит команда 4-й школы. Продолжился спортивный праздник торжественным открытием в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Подробности далее. В церемонии открытия финала Смоленской области школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» приняли участие председатели профсоюзов Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС», представители администрации нашего города и известные спортсмены и тренеры России. Команды юных баскетболистов из городов Вязьма, Рославь, Смоленск и Десногорск. Открыл соревнование олимпийский чемпион заслуженный тренером СССР и России Евгений Гомельский. «Мне очень приятно, что вы любите баскетбол. Я думаю, что ни одной из игроков – это самая лучшая игра с мячом в мире. Но самое главное, что вы приобщаетесь к тому, что называется движение. Будете платить своим телом, будете уметь многое преодолевать. Участников спортивного праздника приветствовали председатель первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции Юрий Кузнецов и заместитель главы города Антон Шестеряков. От имени коллеги Усмоленской атомной электростанции Юрий Кузнецов поздравить нас с этим мероприятием. И от всей души пожелать всем вам удачи и еще раз удачи. От главы – победы. В школах Десногорска прошел муниципальный этап школьного баскетбольного чемпионата планета баскетбола «Оранжевый мяч 4 на 4». Победителей и призеров соревнования наградили в торжественной обстановке кубками и почетными грамотами. Третье место заняла команда школы номер 2. Второе место награду получила школа номер 3. В лидеры вышла команда школы номер 4. Баскетбольный проект, который развивается и работает в Десногорске вот уже третий год при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Центра спортивной подготовки «Динамо» «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола Смоленской области, вовлек в спортивное движение вот уже более 250 человек девчонок и мальчишек. Пусть не каждый из ребят или девчонок станет олимпийским чемпионком, но то, что им нравятся спорт и баскетбол в частности, и то, что сегодня столько народу в зале, и то, что уже этот город стал, я бы сказал, центром баскетбола, определенным центром российского баскетбола. У меня огромная благодарность родителям, учителям физкультуры, просто многим тем, от кого зависит, чтобы ребята занимались спортом. Чем больше детей занимается спортом, не только баскетболом, тем больше нам удастся победить во всех направлениях. Завершилась торжественная церемония открытия играми. Первыми открыли соревнования команды девушек из Десногорска и Смоленска. Завершатся баскетбольные баталии 9 февраля. Именно в этот день определятся команды победителей, которые примут участие в финальных играх Центрального федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» в городе Смоленске 13 марта. Баскетбол в Десногорске давно переступил грань простого вида спорта с мячом. За годы «Кэсбаскет» сплотил вокруг себя всех десногорцев, которые ведут активный образ жизни и поддерживают спортивное движение в нашем городе. Олимпийское баскетбольное собрание в зрительном зале «Нейтрино» наглядно продемонстрировало, что спорт в Десногорске продолжает набирать силу. Подробности далее. Зал «Нейтрино» наверняка не помнит такого аншлага зрителей. Аудитории в этот вечер невозможно было разделить на возрастные категории. Праздник проходил под девизом «Мы – единая команда». Среди гостей были легенды российского баскетбола – Федор Лихолитов и Александр Фомин. Чемпионка Европы по баскетболу Ирина Сумникова. Овациями зал встречал гостей праздника, актеров, исполнителей главных ролей в фильме «Лежение вверх» – Александра Ряполова, Егора Климовича и Кузьму Сопрыкину. На празднике присутствовал главный федеральный инспектор Пасмоленской области Юрий Стрелецкий. Он представил олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и России Евгения Комельского и обратился к молодым спортсменам. Сегодня я хотел бы обратиться к ребятам. Пользуйтесь каждой минутой, каждым мгновением, когда рядом с вами вот такие люди. Конечно, у вас самые близкие люди – это ваши родители, но на протяжении всей жизни у вас будут ваши учителя, наставники, тех людей, которые вас будут выпускать в жизнь. И всегда гордитесь этими людьми. Заместитель главы администрации Александр Новиков поздравил всех со спортивным праздником и вручил подарки победителям школьной баскетбольной лиги 4 на 4 команде 4 школы. Еще один сюрприз от концерна «Росэнергоатом». Вы будете участвовать в финале игр 4 на 4 на одной из площадок концерна «Росэнергоатом». И ваши поздравления! Заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий отметил, что такие проекты могут развиваться только совместными усилиями. Уже на протяжении более трех лет мы совместно, все вместе реализуем замечательный проект под названием «Динамо-Роса». Именно вместе. Одной большой командой. Спортивной командой. Благодарственные письма за пропаганду здорового образа жизни получили многодетным семьям, представителям администрации города, работникам атомной станции, оздоровительных центров, спортивным тренерам, руководителям предприятий и предпринимателям. Всем тем, кто сам ведет активный образ жизни и вносит большой вклад в развитие спорта в Десногорске. В завершении торжественного вечера на сцене благодарили организаторов и гостей этого большого спортивного праздника в Десногорске. Голосование по выбору территории для благоустройства по проекту «Комфортная городская среда» завершается 11 февраля. Более 6,5 тысяч голосов, а это 54%, отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. А по проекту «Любимый город» свой голос можно оставить до 15 февраля. В лидерах – реконструкция фонтана. За него отдали 48% голосов. Вы можете проголосовать на сайте администрации города в интернете, на площадках Десногорск, Пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok